После разборки красного картриджа я обнаружил сломанную шестеренку, порванный уплотнитель и куски окаменевшего тонера, что и привело к поломке шестеренки. Привет, друзья! На моем канале вы найдете много видео по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и МФУ. А теперь приступим пожалуй. На примере синего картриджа я покажу как его разобрать. Сначала снимаем пружинку со шторки выхода тонера. Затем снимаем стопорную шайбу с маленькой шестеренки. Вот так она выглядит. Снимаем шестеренку. Затем снимаем пружину с замка картриджа. Чтобы вынуть ось, ее надо немного провернуть. Берем пассатижи, проворачиваем и выталкиваем. Как видите, она утапливается. Снимаем замок. Теперь в местах зацепов подцепляем боковую крышку и снимаем ее. Если там есть окаменевший тонер, то снять ее будет немножко сложнее. Также нужно снять шторку с отверстия выхода тонера. Продолжение следует... Как я и говорил, внутри есть немного окаменевшего тонера, поэтому снять было так непросто, снимаем прозрачную планку и теперь вынимаем ось барабана. Сдвигаем барабан, придерживайте пружинку, чтобы в нем летела. Вот эта пружинка со втулкой. И теперь можно снять барабан, он же фото вал. Снимаем снова еще одну втулочку. Теперь сдвигаем зарядный вал вместе со втулкой, снимаем втулку и вынимаем зарядный вал. Снимаем вторую штуку. Откручиваем два винта. Снимаем ракель. Затряхиваем все, что там есть. Теперь на шестеренке подцепляем зацеп и вынимаем шнек. Не потеряйте уплотнители, их потом надо будет поставить снова. Еще раз вытряхиваем и теперь чистим кисточкой. Если есть специальный пылесос, то можно пропылесосить. Также чистим боковую крышку. Мусора больше не будет, так что рабочее место можно почистить. Теперь собираем все в обратном порядке. Вставляем шнек. Одеваем на него уплотнитель и толкаем его до упора так, чтобы он вставился в шестеренку и защелкнулся в ней. Вот эта шестеренка была сломана на красном картридже. Ставим ракель. Закручиваем два винта. Протираем вал заряда салфеткой сухой. Вставляем черную втулку. Одеваем белую втулку на вал заряда и вставляем. Протираем сухой салфеткой фотовал. Одеваем втулку. Вставляем с одной стороны, которая с порезью. Вставляем в нее фотовал. Вставляем ось барабана, но не до конца. Теперь вставляем втулку с пружинкой в фотовал. И ставим фотовал на место. Теперь проталкиваем ось. Вставляем прозрачную планку. Одеваем наш нэк. второй уплотнитель. И после этого надеваем боковую крышку. Так, чтобы она защелкнулась на зацепах. Надеваем шторку в отверстие выхода бумаги. Зацепляем пружинку. Ставим замок. Проталкиваем через него ось. И проворачиваем. Так, чтобы плоская площадка была сверху. Вставляем пружинку. Вставляем пружинку. Вставляем пружинку. Ставим маленькую шестеренку. фиксируем стопорным кольцом. пружинку. Прорачиваем фото вал. Все должно вращаться легко, без каких-нибудь усилий. В следующем видео я покажу, как снять блок барабана и блок проявки. До новых встреч!